Хочу вашу нефть. 6 ноября 2019 года, 21.45. Исраиль Шамир, публицист президент Трамп отличается от своих предшественников искренностью и прямотой, отметил президент Сирии Башар Аль-Ассад. Все американские президенты хотели загробостать побольше чужого добра. Нефть, территории, золото, заводы, все они хотели прибрать к рукам. Но до Трампа они всегда искали душеспасительные доводы. Не нефть, но спасение несчастных курдов, или суннитов, или евреев. Не заводы, но защита демократии. Не территории, но самоопределение. Конечно, и тогда это был пустой трёп, на который мог попасться только профессор высшей школы экономики в Москве. Но Трамп, прямой и искренний, как мальчишка-восьмиклассник, выболтал потаённую тайну «Хочу сирийскую нефть». Также по теме. А.П. Трамп одобрил расширенную военную миссию по защите нефти в Сирии. Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по защите нефтяных месторождений на востоке Сирии. Передаёт. Он хочет нефть, она стоит денег, она приносит прибыль. И он не хочет, чтобы она досталась сирийцам, законным хозяевам, ведь на доходы от нефти сирийцы смогут отстроить свою разрушенную державу, вместо того, чтобы стоять с картузом в руках у парадного подъезда Газдепа. Соединённые Штаты и их региональные союзники Израиля и Саудовская Аравия хотят, чтобы Сирия была бедной, несчастной, разрушенной, а желательно, разбитой на кусочки и охваченной гражданской войной. Чтобы все смотрели и запоминали, вот что станет со страной, что была союзницей России. А у России пожелание другое, чтобы Сирия вышла из гражданской войны, отстроилась, вернула себе своих разбежавшихся сынов и дочерей и зажила спокойной, мирной жизнью. Для этого нужна нефть. И для этого американцы должны уйти. Президент Трамп хотел вывести свои войска, вернуть солдат домой. Но как только он приступил к выводу войск, на него напали и его враги-демократы, и израильское лобби, а в нём и республиканцев немало. «Да как ты смеешь выводить войско!» — закричали ему в Сенате и Конгрессе. «Живо верни на место!» И Трамп, ощущающий крайнюю ограниченность своих сил, поддался. Он отменил приказ о вводе войск и даже велел отстроить две постоянные новые базы в районе нефтяных полей. Американская пресса замалчивает это развитие событий. МИД «Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефти в Сирии» Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти. Так и сейчас, редкая американская СМИ обратила внимание на приказ Трампа построить новые базы в Сирии. Только маргинальные сайты отметили, что правительственные юристы озадачены, как юридически объяснить и оправдать прямой наглый грабеж чужого добра. Раньше они ссылались на разрешение Конгресса от 2001 года воевать с теми, кто связан с ударом по башням-близнецам. И этим разрешением оправдывали и войну в Ираке, и интервенцию в Сирии, и оккупацию Афганистана. Но очень трудно, говорят американские правительственные юристы, ссылаясь на это давнее разрешение, воевать с армией Сирийской Арабской Республики. В России ситуация другая. В России, самая свободная в мире пресса. Возможно, слишком свободная. В отличие от США, в России действует и пресса, стоящая полностью на стороне стратегического противника. Помните, как они возмущались, как они разоблачали наемников кремлевского повара, которые пытались защитить нефтяные поля Сирии. Но в США все довольны тем, что эти поля остаются под американским контролем. И Трамп сказал уже, что он собирается отдать поле американской нефтяной компании. Пусть она качает, а американская армия охраняет. Русский МИД выступил с заявлением, осуждающим грабеж сирийской нефти, и потребовал от американцев уйти в Своясе. Россия поднимала эту тему и в Совбезии ООН. Ведь и разговоры о несчастных курдах велись для того, чтобы продолжать качать сирийскую нефть. Нужно додавить вывод американских войск, они сами по себе не уйдут. Так и в свое время вывод из Вьетнама занял много лет постоянных боев и кровопролития. А СМИ должны делать свое дело и напоминать читателям, слушателям, зрителям об этом грабеже среди бела дня. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.